Немота. Ты немой? Я с этим примирилась, но я не могу примириться с тем, что ты немой. Ты запер свою речь внутри себя, ты жаден, да и занеможение на слова, обращенные ко мне. Разожми свои сомкнутые губы, освободи гортань, выпусти эти сжатые в плотные клубки предложения и абзацы, целые поэмы и романы в литературном смысле. Они мои. По праву отдай мне их. Если же ты претендуешь затмить великого немого, тогда танцуй для меня без передышки или снимайся в кино. Ты должен выполнить свой долг по отношению ко мне. Рассказать мне, как выглядит моя спина и затылок. Неужели она так страшна, что ужас сковывает твои уста? У меня на затылке растут ветвистые рога. Или огромные кроличьи уши, покрытые белым пушком, сквозь которые иногда просвечивает розовизна кожа и краснота глаз. Я не могу оставить тебя, пока ты не заполнишь мою изнанку и не заштопаешь мою заполненную твоими словами спинку. Может тебе нравятся мои скорлупки принимать за меня и придерживать их возле себя. Но это несправедливо по отношению ко мне. Мужчины говорят на языке справедливости, ты из их числа. Я не претендую же на твою жизнь, внимание, заботу, а только на зашитую спинку и плотное твое речевое нутро под ней. Ты не должен мне закаты, ты не должен мне рассветы, но ты должен мне очень много слов. Впрочем, если тебе трудно говорить много, а во что я не поверю, имея в виду твои литературные труды, то ты можешь загустить их всего лишь до трех слов. Немота. Немота.